К нашему эфиру присоединяется Виктор Ягун, директор агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь, как вы считаете, вы видели тоже материал, и конечно же это абсурд. Девочку с двойным гражданством Российской Федерации и США за донат в 50 долларов отправили на 12 лет в тюрьму. Это же похоже на какое-то показательное выступление, чтобы другим повадно не было. Либо же может быть такая версия, что Путин начинает собирать обменный фонд на фоне того, что происходит в Курской области. Да. 51 доллар. Я хочу сказать, что скорее всего, что это действительно обменный фонд. Это раз. Во-вторых, ситуация полностью изменилась в России. И я просто удивлен тем людям, которые, имея даже двойное гражданство, пытаются приехать в Россию и что-то там делать, не знаю, какие-то бизнесы какие-то вести. Надо сделать, остановиться, сделать паузу. И действительно возникает очень большой вопрос к психологическому состоянию этих людей, потому что их же предупреждал Госдепартамент Соединенных Штатов. Их предупреждает их Министерство иностранных дел тех или других стран. Но, к сожалению, мы видим, что люди неадекватно реагируют, пытаются что-то понять, куда-то приехать, что-то сделать. Я думаю, что в ближайшее время мы еще услышим, как про какие-нибудь там, особенно это будет касаться религиозной деятельности, какой-то общественной деятельности, даже не связанной с какими-то политическими моментами. Я не исключаю даже и задержание очередной журналистов. Поэтому все-таки думаю, что либо надо поставить на паузу вообще общение, либо очень и очень себя осторожно там держать. А касаемо, давайте продолжим тему обмена, касаемо того, что было отпущено на свободу определенное количество политзаключенных в Российской Федерации. Они сейчас все находятся в Европе. Уже прошло некоторое время, были слышны их заявления, и мы можем уже предположить или сделать какой-то минимальный вывод о том, как они будут дальше вести свою деятельность. Как вы считаете, то, что сейчас говорит оппозиция, то, что вот эти люди, которые вышли из тюрьмы, они уже заявили, говорит ли это о том, что они готовы бороться эффективно против режима Путина, и что тоже конкретно делают для этого? Смотрите, вся российская оппозиция, которая еще, не знаю, начиная с 18 века пребывала в Европе, она никак вообще не влияла на состояние России и внутрироссийскую какие-то там изменения и драктрины. До тех пор, пока она там не появлялась в середине. Вот когда ее появление, грубо говоря, Ленина в вагоне, пока человек не появлялся там и в этой середине начинал вариться, ничего вообще не изменялось. И это большая ошибка тех людей, которые думают, что они там где-то сидя в Нью-Йорке, в Париже, в Берлине, проводя какие-то конференции, получая гранды от правительств иностранных государств, они на что-то будут влиять. По большому счету граждане России уже, по-моему, даже не помнят, кто там какие должности занимал или какие фамилии, кто за ними стоит. Поэтому я думаю, что действительно единственное место тех людей, которые хотят что-то изменить, либо в середине России присоединяться к каким-то партизанским движениям, каким-то там внутренним протестам, которые, может, не так проявляются, но они там есть. Либо с оружием в руках в Украине. Да, и мы слышали уже эти заявления о том, что снимите санкции, давайте начнем с этого. Смотрите, такое впечатление даже сложилось, как будто бы эти люди, когда вышли на свободу и начали давать пресс-конференции, то получили методичку. Первым делом, пожалуйста, озвучьте пункт санкции, дальше уже там смотрите по ситуации. Ну вот такое впечатление складывается. И, кстати, опять же, говоря об политзаключенных, Лукашенко. Лукашенко недавно тоже сделал большую амнистию. Эти события как-то связаны? Мы понимаем, что Лукашенко, конечно же, это правая рука или правая территория, можем назвать его как угодно, но это человек, который тесно связан с Путиным. Почему эти события происходят одновременно, по-вашему? Смотрите, буквально вчера он освободил около 30 человек. И это действительно очень символично. Да, там он заявил, что эти люди приняли его позицию, что они извинились, они исправились и так далее. Но это все понятно, что риторика – это такое дело. Людям надо было выходить из тюрьмы. Я думаю, что все-таки Лукашенко пытается найти какие-то контакты с Западом, пытается постепенно выйти на какие-то моменты, связанные с тем, что постепенно освободить либо выдавить из стороны оппозиционеров и все-таки восстановить какие-то контакты, хотя бы элементарные контакты, потому что у него самая большая проблема. Он зарабатывать может только на нескольких вещах. В середине страны – это нефтепереработка и то, что связанное с удобрениями. Частично – это изготовление техники, в том числе сельскохозяйственной. И транзит. Так вот, самое основное – это транзит. И транзит не просто его, а китайский. И китайцы поставили ему задачу найти контакты с западными своими соседями, восстановить какие-то там моменты, которые связаны были с недоразумениями, как он говорил, и попытаться все-таки снять те ограничения, которые сейчас есть на белорусских границах. Поэтому и поляки отмечают, что мигранты куда-то исчезли, в том количестве, в котором они были раньше. И вот начались какие-то там изменения, связанные с внутрополитическими моментами. И он начал заявлять о том, что он готовится куда-то уйти и так далее. То есть есть какие-то моменты, которые связаны с тем, что он пытается что-то найти, повилять хвостом, грубо говоря. Это его основное занятие. Мы понимаем, что Лукашенко, его можно по-разному называть, давать ему разные характеристики, но то, что это очень хитрый человек, тут нет никакого сомнения. И, конечно же, вот это интервью, которое он дал мужу Скобеева, его уже в народе называют Скобеев, но суть не в том, заканчивать драчку. Это же слова, которые были адресованы не просто так, и он их озвучил на фоне тех событий, которые происходят сейчас в Курской области. Как вы считаете, у Путина действительно паника началась? Ну, смотрите, все специалисты, я не хочу повторяться, но все специалисты отмечают очень простой момент. Когда Путин пришел к власти, он сказал, что, уважаемый, будет изменение, мы будем идти вперед, Россия будет великой, но есть некоторые моменты, на которые я прошу обратить внимание. Ну, грубо говоря, так. Вы отдаете мне все, что связано с вашими свободами, там, свобода слова, свобода воли и извиливления, какие-то там личные свободы, вы про это, грубо говоря, забываете, но я вам зато даю стабильность, безопасность, там, не знаю, вы будете нормально зарабатывать, и никто вас не будет трогать. То есть вот такой вот какой-то внутренний подписанный договор. И граждане России должны были закрыть глаза на все, что происходит во власти, на эту коррупцию, там, не знаю, ужашающую, да, там, особенно то, что касается правоохранительных уранов, то, что касается фактически появления в составе российского государства отдельной какой-то консумерации, которая называется Чечня и ее правитель, и так далее, и так далее. Все это как бы закрывается на это все глаза. Есть безопасность, стабильность. Так вот, этот договор фактически был сейчас разорван. Он уже был разорван, когда начались эти события с 14-го года, когда стукнуло голову полезть в чужую страну, или даже с 2008-го года. То есть уже были тогда предпосылки к тому, что что-то должно произойти. Ну а апогеем этого все стал заход украинской армии на территорию Российской Федерации. Причем не на оккупированной территории России, а на вроде как бы территории, которые, как они называют, Старая Россия. Хотя еще надо подумать, Старая ли это Россия, или это бывшая Украина. Да, учитывая, как там активно люди разговаривают, говорят на украинском языке, поют песни. А вот, кстати, вот этот, знаете, ту историю, да, сегодня стало известно про этого дедушку, которого якобы нацисты в кепке, в шапке, со свастикой пытали, что-то там делали. Потом этот дедушка появился, его нашли. Это живой человек, ничего с ним не случилось. Его уже прям похоронили в своей пропаганде, а дедушка живой стоит, говорит, да, бродил, там что-то у него, там болезни какие-то есть, он упал, лежал, и вот так вот пропагандисты придумали этот фейк. Еще и паспорт показал, и казалось, что он гражданин Украины. Ну, то есть, вот даже настолько. И судя по тому, как ведут себя наши военные, то, что мы видим на территории Курской области, это совершенно другая история, это совершенно другая война. И мы понимаем, что Путину приходится перебрасывать с разных направлений более квалифицированных военных профессионалов, потому что те срочники, которые сейчас пополняют, опять же, тот обменный фонд, о котором мы с вами начали говорить в начале нашей беседы, то слабо, слабо дела идут. Как вы считаете, почему? Неужели нету людей? Неужели в такой большой России больше не хватает путинских штыков, чтобы защищать его территорию? Что происходит? Ну, смотрите, я всегда говорил, вы представьте себе Российскую Федерацию, и возьмите 10 тысяч человек, чтобы они взяли за руку один к другим, да? И сколько это будет километров? Вот сколько человек выстраивается, если вот километр, да? А сколько 100 метров? А 10 метров? Вот в 10 метров 10 человек, ну, грубо говоря, да, там, если они, ну, не знаю, там, 5, если они там очень сильно руки растянут. То есть фактически на километр там одно количество, на 10 километров. Огромаднейшая территория. И просто так фронтом, фронтом, как они пытаются, то количество даже армии, которые они могут снять с других направлений и поставить против Украины, оно просто не может работать. Тем более против маневренной войны, когда нет сплошного фронта, есть там какие-то направления, движения, пересечения, они к этому совершенно не готовы. Если они хотят возродить войну, первую мировую или даже вторую мировую, так это надо миллионы солдат, это надо около пяти миллионов, чтобы полностью там штык к штыку состыковать все, что связано с фронтом и двигаться такими вот мясными штурмами, как они это делали на Бахмутском или Авдеевском направлении, или сейчас как делают на Часом Яре. Это все чревато. И действительно сейчас есть очень много информации о том, что все эти дыры, которые образовались в Курской области, они пытаются заделать срочниками, причем срочниками, которые даже не подписали контракты, а так просто кидают их, ничего не говорят. Вы же предприсягу приняли, теперь вот вперед. А надо понимать, что они даже не объявили, что они будут участниками СВО, они участники контрактивистической операции. А я тогда пару недель еще назад говорил, что... Не, не пару недель, пару дней назад, когда говорили о том, что они вводят контрактивистическую операцию, я говорил, что выплаты — это две разные вещи. Там есть разница в сто раз. То есть те, которые будут ранены или погибнут в контрактивистической операции, это совершенно другие выплаты будут. И им скажут, что извините, вы же на территории России воевали. Это не война, это не специальная военная операция, это контрактивистическая операция. Поэтому, извините, денег нет. До свидания. И некоторые люди, которые пошли в армию служить за деньги, они это все очень четко понимают. И умирать за ничто они точно не хотят. Поэтому очень интересная такая операция. Вроде как бы войска есть, но они воевать почему-то не хотят. Вроде как бы украинцы с кем-то пытаются, там столкновение проходит, но когда эти столкновения заканчиваются массовой сдачей в плен. Поэтому тут армия может у них действительно закончиться на какой-то момент. Кстати, касаемо выплаты, сегодня была новость о том, что люди, которым обещали вот те самые 10 тысяч рублей, которые должны были эвакуироваться из Курской области, так вот если эти люди живут где-нибудь у своих знакомых, родственников, им эти выплаты не положены. И приложение, в котором они могли бы оформить эти деньги, говорит, извините, но что-то пошло не так. Это вот тоже к вопросу о деньгах. Украинская операция в Курской области создает дилемму в процессе принятия решений для российского диктатора Путина, поскольку ему приходится перебрасывать тогда силы по другим направлениям. Это слова кардинатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Как вы считаете, будет ли все же у Путина понимание того, что уже не дилемма, а уже нужно принимать решение? И Курская область станет той костью в горле, которая, скажем так, позволит ему открыть диалог и сказать, я останавливаюсь? Ну, он не может остановиться, к сожалению. Я не верю в то, что он в какой-то момент остановится и начнет диалог. Возможно, его кто-то заставит. Это да, это возможно. Но он настолько себя завел, настолько он уверенно себя чувствовал всегда, что сейчас просто потерять полностью остатки из каких-то там своего достоинства, это для него просто чревато смертью политической и даже персональной. Это очень серьезная ситуация. Ну, смотрите, он в свое время заявил, что да, у нас переворы обязательно будут, и мы будем учитывать ситуацию на земле. Так давайте учитывать ситуацию на земле. Вот сейчас, пожалуйста. И надо посмотреть просто то количество территорий, которые они отжали своими местными штурмами за последние шесть месяцев, и что произошло в Курской области. Просто обвал. Кошмарный просто для них обвал. И это очень про мое говорит. Путин повысил свою племянницу до статс-секретаря через два месяца после назначения замминистра обороны. Какие-то непонятные события происходят вокруг его родственников. Они получают должности, они становятся фигурами, которые претендуют на роль игрока на политической карте. Может ли быть такое, что случится в Российской Федерации передел власти? Может быть, царь, диктатор отойдет, уйдет со строна, поставит свою дочь, либо же кого-то из семьи. И таким образом скажут, решайте дальше вопрос вы, и уже тогда будут какие-то изменения. Потому что при жизни, при Путине, вот вы правильно говорите, этот человек, он совершенно, он уже настолько в этой игре, как наркотическая зависимость от этой войны. Ему нужна кровь, кровь и кровь и территория. Может ли быть переход власти? Переход власти может быть в России. Но он, к сожалению, на таком этапе, что переход не к какой-то единой личности, а возможен приход к какому-то группе товарищей. Ну, грубо говоря, надо вспомнить ситуацию со Сталином, когда он резко куда-то пропал, умер, не умер, убили, непонятно. И никто не смог на себя взять ответственность. Взяла там группа ближайших его соратников, которые там в какой-то момент начали между собой рыться, и вышел один, который всех их либо убрал, либо посадил, либо расстрелял. Поэтому я думаю, что в России все будет повторяться по второму кругу. А родственники в этой ситуации будут очень и очень в небезопасный такой момент своей жизни, потому что для них может быть все либо закончится в тюрьме, либо какой-то долгой эмиграции, причем в стране, в которой они не очень не хотели бы жить. Касаемо вот преемников, был такой миф, что в Российской Федерации как серыми кардиналами или параллельной властью являются чеченцы. Вот, когда его смотрели, его боялись. Он вроде бы имел какой-то вес, даже влияние на тот же самый Кремль. Но вот в последнее время мы как стали замечать этот тикток войска, это люди, которые любят стрелять по рельсам, по деревьям, больше позировать. Но в то же время, как вы считаете, что может стать тем триггером, который, скажем так, может поступить, может стать началом для распада Российской Федерации? Чечня может быть таким триггером? Ну, Чечня самое подготовленное государство, я именно, не ошибся, именно говорю, государство, которое может спокойно уйти. Почему? Потому что все законодательства там было уже давно создано, более-не-менее есть понятные пути заработка денег, законные, незаконные, это уже такое дело. И это единственный субъект федерации, который имеет свою силовую структуру, которая полностью подчинена руководству республики. Полностью. То есть, несмотря на то, что там можно назвать что-то, МВД отдельно, ФСБ отдельно, Росварди отдельно, все это подчиняется напрямую Кадырову. И у него четкое задание для своих этих Кадыровцев не лезть никакие драки, сохранять личный состав. И, кстати, сейчас мы будем наблюдать, как они будут пытаться вырвать своих людей из плена, находя там какие-то, не знаю, свои внутренние резервы, как они делали свой обменный, отдельно обменный фон. И их поведение, оно действительно говорит про то, что они себя всегда ставили выше. Если начнется распад России, этот субъект федерации может действительно захватить еще некоторую часть территории соседних республик, которые не имеют таких вот силовых структур, и подмять их под себя, и создать там условный какой-нибудь там Эмират. Кадыров к этому готовы. Насколько готовы люди, которые под ним, будем смотреть, потому что я не верю, например, что дагестанцы так легко сдадутся. Касаемо обмена фонда и кадыровцев, то известны даже факты, когда они из тюрем, из колоний, из этих подвалов пыточных выкупали украинских пленных для того, чтобы потом обменять на своих. При этом лечили наших военных, а потом обменивали на своих для того, чтобы не было совершенно. Курская область, давайте вот еще поговорим, последний вопрос мы задам. Что дальше? Ну, вот это самый серьезный вопрос, потому что мы действительно не понимаем, ну и слава Богу, что не понимаем полного задума. Мы видим только его разворачивание. Если мы понимаем, что остается комендатура, мы взяли под контроль часть территории, то мы просто должны создать ту картинку, куда действительно могут приезжать иностранные журналисты, действительно могут наблюдать, что там происходит в середине, какое отношение к людям, как ведет себя украинская армия и какое разительное просто отношение к тому, что происходит на оккупированных украинских территориях. Я думаю, что нам надо учиться в рамках Женевской конвенции общаться с местным населением, не навязывать свою волю, не создавать какие-то украинские школы, надо понять, как нам вести коммунальное хозяйство, кого привлекать к охране общественного порядка и так далее. Куча вопросов, которые действительно точно Украина не была готова к этому, но мы можем просто показать на части территории России, что российская территория может жить без путинского режима. К сожалению, пока что даже на этом примере видно, что российская оппозиция не готова прийти туда, на эту территорию, договориться с украинскими властями, поднять там какой-нибудь, если не хотят, не тот флаг, а какой-то другой флаг и сказать, что это наша территория, с которой начнется освобождение всей России от путинского режима. И показать, как это должно быть. Нету, не готова к этому. Это действительно происходят события, за которыми нужно внимательно наблюдать, потому что финальный план, конечный план, он ни нам, ни мне, ни вам не известен. Поэтому будем наблюдать и разбираться вместе в эфире нашего телеканала. Я благодарю вас за этот разговор, Виктор Ягун, директор агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах. Спасибо вам огромное. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.